МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, может быть, с нами на связи появится Сергей Владимирович Мироненко, экс-лидер, экс-директор Государственного архива. Будем надеяться, что он освободится от сегодняшнего исторического мероприятия и тоже поучаствует с нами в разговоре. И вот я сразу объявляю телефон прямого эфира 8 800 222 12. Для вас, уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, звоните нам и высказывайте свои мнения, для чего Владимиру Путину понадобилось подтянуть к себе государственные архивы Российской Федерации. Но Никита сначала все-таки объяснит разницу между Росархивом и Госархивом, потому что есть федеральное агентство архивное, глава которого встречался с Владимиром Путиным и отдавал ему себя вместе со всем своим хозяйством. Есть Госархив, который входит в Росархив, а что не входит? Ну, во-первых, когда мы говорим о Федеральном архивном агентстве, это была до недавнего времени структурная часть, которая входила в Министерство культуры. Когда-то в 90-е годы был Российский комитет по делам архивов, он был самостоятельным ведомством, но тоже подчинялся президенту, он был своего рода как министерство. А сейчас в связи с оптимизацией государственных расходов и прочими пертурбациями понизили статус, включили как агентство в состав Министерства культуры, но внутри, собственно говоря, самого Федерального архивного агентства есть разветвленная и огромная на территории нашей страны сеть архивов. И вот Государственный архив Российской Федерации, ГАРФ, это одна из крупнейших единиц, которые входят в Федеральный архивный агентство. И теперь вся эта сеть раз и перешла под бразды Владимира Путина. Почему-то, столько лет они существовали в непрезидентской длани, и вдруг почему-то перешли туда. Почему это? Случилось сейчас? Мы не в курсе давней, я бы сказал, внутренней и серьезной борьбы, когда архивное ведомство хотело большей самостоятельности. Потому что, в конце концов, это, с одной стороны, Министерство культуры не по профилю включать в себя архивную сферу. Такого не было никогда до этого. Это, я бы сказал, такая инновация. До того пока как-то не включили, да. Нет, ну это всегда была либо структура при Совете Министров, если мы вспоминаем советское время. Это всегда была какая-то структура, которая действовала самостоятельно, потому что слишком разные задачи и слишком разные практики и, собственно, приложение сил по сравнению с сферой культуры. А потом, когда придумали всю эту заморочку с агентствами, вот ее перевели под подчинение Министерства культуры. Ну, а когда Министерство культуры возглавило Мединский, то это совсем стало невыносимо архивистам, потому что, в конце концов, архивисты – это все-таки профессиональное сообщество. Это люди, которые занимаются архивами, бумагами, для которых все-таки важнее документ исторический и власть факта. Ну, а когда в углаве Министерства стоит очередной мифотворец, которому миф, легенда, угождающая нынешней власти или нынешней идеологии, гораздо важнее, чем исторический факт, вот тут и возникают, собственно говоря, конфликты. То есть вы сейчас хотите нам сказать, что это такое освобождение произошло архивистов, то есть неважно, пусть под крыло президента в космос, Обамы, но лишь бы не под Мединским, так что ли? – Абсолютно. – Ага, то есть свобода Юрия Деточкина. – Нет, свобода Юрия Деточкина – это хорошо, но нужно понимать, что президент, конечно, не будет непосредственно руководить архивной сферой, это невозможно. Не в силу какой-то особой занятости Путина или еще чего-то другого, а в силу того, что оно и не принято. Речь идет о просто формальном подчинении, и что бы ни говорили конспирологи о том, что это прямое курирование, и это попытка диктовать напрямую. – Да, что он все засекретит, все, что ему нужно. – Значит, нет, вопрос в другом. Будет ли он рассекречивать все, что нужно? Вопрос доступа к архивам, вопрос открытости архивных коллекций – это вопрос будущего, и пока здесь я не могу дать точный ответ и сказать, что будет так-то и так-то. Я надеюсь, что все-таки в этом отношении будет подвижка, это первое. И второе – повседневное руководство президента невозможно. – Угу, невозможно, но только в самых принципиальных вещах. – Руководить по-прежнему будет председатель всего этого ведомства, руководитель всего этого ведомства Андрей Артизов. – Значит, смотрите, что вы хотите нам сейчас сказать, что для архивистов вот из двух зол, которые существуют, если можно их так назвать, все-таки предпочтительнее быть под Владимиром Путиным, нежели чем под Владимиром Мединским. Правильно? – Но это большая степень самостоятельности самого архивного ведомства, поднятия его статуса до уровня федеральной структуры. – Это же все-таки федеральная архивная агентства. – Но при этом появляется новая некая опасность, что президент лично может начать курировать, или его люди курировать засекреченность, рассекреченность некоторых документов, которые представляют для него особую важность. – Я так не думаю по одной простой причине. Если мы говорим о том, что опасность исходит от государства, именно в области идеологии, то здесь совершенно не важно, подчинены они президенту, или не подчинены, прямо ли, опосредованно, будут все равно проводиться те же директивы, которые проводились раньше, если государство не начнет рассматривать историю как науку, а не как инструмент для того, чтобы оправдывать всевозможные нынешние начинания, прошлые преступления и так далее. – Так зачем это сделал президент? Зачем? Он что, понимал, что он их сознательно освобождал из рабства, из этого? Он зачем это сделал? – Я могу высказать только догадку. – Да, догадку, конечно. – Догадку принимаем? – Да, принимаем, да. – Догадка состоит в том, что напряженность вот в этих отношениях между идеологизированным министром культуры и ведомством, которое все-таки воплощает в себе профессионализм, она достигла тех пределов, когда этого уже нельзя было, собственно, не замечать или терпеть. И логичнее было бы сделать так для разрешения определенного внутреннего конфликта. – Очень интересно. А с нами на связи Сергей Владимирович Мироненко. Сергей Владимирович, здравствуйте. – Здравствуйте. – Мы очень рады, что завершилось ваше мероприятие. Вы можете принять участие в нашей передаче, где мы спрашиваем у слушателей, что они, и у зрителей, что они думают по поводу переподчинения архива. А вы что скажете? Какова ваша версия? Почему вдруг это случилось? Никогда не был Росархив под президентом. Всякие были у него периоды в жизни. – Ну и что, когда-то главное архивное управление было при правительстве, при совете министров СССР. Долгие годы постсоветской истории федеральная архивная служба, государственная архивная служба тоже была при правительстве. Потом, в ходе административной реформы, решили ее подчинить в Министерство культуры. Но это, знаете, решение было, с моей точки зрения, абсолютно неверное, потому что архивы – многофункциональные органы. Конечно, это часть национального культурного достояния, но любой человек, который оформляет пенсию, знает, что нужно получить архивную справку о том, где ты работал, сколько ты работал. И это очень большая социальная функция архивов. Кроме этого, есть такое скучное дело, как документационное управление, когда нужно, чтобы бумаги ходили правильно, чтобы они были единообразно оформлены, чтобы они не в беспорядке поступали в архивы, а как-то в упорядоченном виде просить меня за канцеляризм. Так что архивы – это много разных у них функций, я только часть перечислил. И найти одно ведомство, которое могло бы управлять архивами, чрезвычайно сложно. И опыт подчинения архивов Министерства культуры – это только подтвердил, ну и то, что архивы сейчас в президентской вертикали, это очень сильно поднимает статус архивов. Я могу сказать, когда Государственный архив Российской Федерации стал в структуре Министерства культуры, нам стало очень сложно работать с ведомствами. Напомню нашим слушателям, что Государственный архив Российской Федерации комплектуется всеми органами высшими законодательной, исполнительной, судебной власти Российской Федерации. И когда мы будем теперь приходить к нашим источникам комплектования, мы будем приходить как из президентской вертикали, а не как к коллегам. Вы понимаете эту разницу? Ну, в общем, я вижу много плюсов, которые здесь. Теперь, понимаете, меня очень удивил комментарий, например, Юрия Самодурова, который заявил, что вот сейчас президент подчинил в себе архивы, и сейчас тут же начнется уничтожение документов. Ну, это полная ерунда. Тут господин Петров правильно сказал, что архивы и так были подчинены власти государственной, но поверьте мне, никакого уничтожения архивов и никакого уничтожения документов нет, не было и не будет. Нет, но я тоже, да, спасибо, что вы это сказали. Я тоже не сомневаюсь, что их никто не будет физически уничтожать. Их просто могут похоронить и не реанимировать, не сгумировать. Вот в этом вопрос, будут ли рассекречены те документы, которые должны были быть рассекречены. Мы об этом потом поговорим. Я все-таки уточню, Сергей Владимирович, у вас. Вот фактически Никита сейчас выдвинул Петров версию, что надоело президенту уже наблюдать за всеми этими историями и разборками между Минкультурой и Росархивом, и он решил вмешаться и вывести из вот этой вот, из вот этой клаки, я не знаю, как сказать, вежливо ваши архивы. Вы-то чувствуете свою личную роль во всей этой истории? Вы чувствуете, что это в каком-то смысле и ваше честь и достоинство тут попытались защитить? Ну, моё честь и достоинство защищать не надо. Оно у меня как было, так и есть. Вот. Я как-нибудь сам его защищу. Ну, то, что определённая конфликтная ситуация, которая была между Федеральным архивным агентством, между мной и Мединским, ну что ж, она разрешилась, с моей точки зрения, самым лучшим способом. Ну, то есть она, Сыга, то есть вы подтверждаете, что она повлияла, эта ситуация, но вот это решение... Я думаю, что да. Я думаю, что да. Очень интересно. И я хотела бы, чтобы вы оба прокомментировали одну версию, которую я услышала изнутри, от самих работников архива, у меня есть несколько человек, оттуда знакомых, они не занимают высоких должностей, но у них есть свой взгляд на эту историю с переподчинением. Они говорят, что как только архив переходит в ведомство президента, происходит резкое ужесточение режима в самом этом ведомстве. И времена тяжелые, голодные, люди могли бы начать потаскивать документы на продажу, прямо скажем, открыто, вот честно, языком русским, могли выполнять чьи-то запросы за какие-то деньги, те запросы, которые бы нельзя было исполнить легально. И вот ровно и строго для ужесточения режима, для того, чтобы лишние люди не проникали, а теперь вот поди устройство, вот мне говорят, со стороны. Раньше это было проще, теперь тебя проверят, отсканируют, потому что президентский архив, вот для того, чтобы этот архив не подвергался вот угрозе растаскивания, переводят его и делают, меняют ему статус и делают более строгим саму по себе процедуру, даже работы в нем. Что скажете, интересно? Никит, что вы скажете? Я думаю, что это, скорее всего, выдумки по одной простой причине. В конце концов, есть строгая и заведенная подчиненность государственных органов. Федеральное архивное агентство, оно остается, оно просто получает настоящий свой федеральный статус. Но это вовсе не значит, что это часть президентской администрации или федеральной службы охраны, где действительно есть требования к приему на работу, увольнению с работы и поведению на работе. Я думаю, что в этом смысле мало что меняется. Если нужно было закручивать гайки в архивах, их и так закручивали в течение нулевых годов. И это все мы видели. И мы видели, как сокращается доступ к тем документам, которые раньше давались. Это все понятно. И потом, слушайте, были 90-е годы, которые у нас рисуют так, демонические и как некие годы разрушения. Вот уж, казалось бы, тащи, воруй и продавай. Но ведь ничего же этого не происходило. Архивные коллекции, в конце концов, в целости дошли до сегодняшнего времени. А что сегодня такого особенного происходит, я понимаю, сложные времена, материально сложнее, но вовсе меньше искушений, чем в те 90-е годы, когда архивисты, как профессиональное сообщество, не поддались этим искушениям. А вы, Сергей Лавенович, видите хоть какое-то рациональное зерно вот в этой версии? Да, Лёва, вы знаете, я полностью согласен с тем, что сказал Никита Петров. Эта версия, ну, абсолютно, знаете, выдумана, высосана из пальца. И какие основания у людей, которые вам это говорили, это их домыслы. Понимаете? Принимать домыслы за истину, но это просто, с моей точки зрения, очень глупо. Так что вы мне обратите, я должен уже идти. Да, да, мы хорошо, мы поняли, что совершенно вы не принимаете эту версию. Спасибо вам большое за участие в этом разговоре, что вы нам объяснили, как обстояли дела. Мы вот прощаемся с Сергеем Владимировичем, продолжаем разговор с Никитой. И я хочу вас вот о чем спросить. Теперь мы переходим вот к этому моменту за секреченность-рассекреченность. Вы знаете, это же не мои слова по поводу Владимира Путина и его кураторства. Вот есть такая газетка «Мосомольская правда». Она вполне прогосударственная. И вот смотрите, я вот читаю под заголовочек «Теперь Росархив будет рассекречивать документы под патронажем лично президента». Вот это вот она так пишет, она так трактует. Это стиль газеты, которая давно отличалась желтизной, изрядной причем, независимо от того, про президентская она или нет. Но это не очень в пользу. Это придумано. Ну что, больше нечем заняться президентом? Я могу одно сказать, что вообще-то говоря, ситуация с рассекречиванием архивных документов у нас сейчас сложилась такая, что она недостойна цивилизованного и правового государства. Это абсолютно точно. Если нужно действительно дать, что называется, некий импульс в этом направлении, то, конечно, самостоятельный статус федерального архивного агентства и возможность выхода напрямую на главу государства, это может помочь, кстати говоря, в раскрытии и снятии грифов. Захочет ли президент, это первое? У нас же президента центричная сторона. Мы прекрасно знаем, пока там в Кремле что-то не скажут, на местах, в общем, мало что делают. И если у архивного агентства есть желание действительно не черепашьим шагом, не забюрократизированной процедурой открывать вот все эти архивные коллекции, а действительно сделать решительные шаги. Чтобы большинство документов, большинство, которые были созданы свыше 30 лет назад, были открыты, то это надо делать немедленно. И нужно принимать кардинальные шаги, а не рассматривать каждый документ группой экспертов, которые полагаются на свои представления, на свои вкусы. И в этом смысле типичная вкусовщина. А вот это не надо открывать. А вот это вот сейчас такие документы секретятся, поэтому и за 30-е годы они останутся секретными. В фонде Сталина, который умер более 60 лет назад, есть важнейшие документы, которые до сих пор носят гриф секретности. Разве это нормально? Для цивилизованного государства нет. Но это же противоречит и нашим законам. Ладно бы, если бы речь шла о том, что мы хотим что-то сверхзакона. Мы хотим, чтобы закон выполнялся. А в законе четко сказано, свыше 30 лет рассекречивается, то есть срок рассекречивания 30 лет, и только в исключительных случаях продлевается. Посмотрите, как продлевается этот срок чохом и одним махом для многих архивных документов. То есть исключение сделали правилом и продлевают как правило, а реже рассекречивают. Если мы посмотрим, сколько документов рассекречено в ведомственных архивах, за ведомственные архивы в той или иной степени, пусть опосредованно, но Росархив тоже отвечает. Они там на депозитарном хранении, но эти документы недоступны вообще исследователям. И там нет цивилизованной формы использования этих документов. Вы не получите справочный аппарат, придя в архив МВД. Вы не получите справочный аппарат и описи, придя в архив Министерства иностранных дел или ФСБ. А что значит Росархив за них отвечает? Он просто отвечает за то, чтобы они... За что он отвечает, если вы не можете ничего получить там? Росархив отвечает за то, что эти документы входят в единый государственный архивный фонд. Они учитываются и должны учитываться в Росархиве, но временно хранятся в ведомствах, потому что эти ведомства сильны, потому что они отбили себе такое право еще в 90-е годы. И Росархив не может получить право для кого-то, вот право доступа к этим архивам. То есть само ведомство читает свои документы. И само же рассекречивает их. Росархив не может даже влиять на процесс рассекречивания документов в спецслужбах и в Министерстве иностранных дел. Значит, смотрите, если для рассекречивания документов Росархива существует межведомственная комиссия, о которой мы с вами говорили, которая действительно творит по собственному разумению все это рассекречивание... Заметьте ее название, по защите гостайной. Она называется межведомственная... По защите... Она не просекречена. Да, по защите гостайной. Но, тем не менее, вот да, это парадокс, что она занимается рассекречиванием, защищая при этом гостайну. Так вот рассекречивать, чтобы ни в коем случае не нарушить тайну. То получается, что вот в самих ведомствах не подпускают других специалистов, других ведомств к рассекречиванию собственных архивов. Нет, ну, во-первых, они законным, федеральным законом наделены правом присваивать гриф секретности и его снимать. Сами. С одной стороны, это... Без внешней экспертной оценки совершенно. Но это хорошо, потому что внешней экспертной оценки здесь и не нужна. Но здесь нужен внешний контроль. Да, ну хотя бы. Здесь нужен внешний контроль, здесь нужны планы по рассекречиванию, здесь нужно соблюдение законодательства в области рассекречивания. Но оно же не соблюдается. Если мы спросим, сколько, опять же, в процентах рассекречено, мы увидим, что меньше, чем остается секретным. А какой, собственно говоря, срок хранения этих документов, сколько они уже лежат? А они уже лежат многие десятилетия, а вовсе не 30 последних лет. Вы хотите сказать, что никто не влияет, ну в итоге, в итоге они никак не могут повлиять, вот эти вот вышестоящие организации, как бы они не подчинялись теперь президенту, они не могут повлиять на архивы ФСБ, например. Никак. То есть ведомство творит, что хочет. Если посмотреть на их нынешний статус, что он поднят до федерального уровня, то в принципе, так как они отвечают за общее состояние дел документов архивного фонда Российской Федерации, они вправе поставить вопрос о передаче рассекреченных в ведомстве документов на государственное хранение. Они вправе поставить вопрос о наличии планов по выполнению закона о государственной тайне, где четко сказано про 30-летний срок для документов обычных и 50-летний срок для документов разведки. Так они не могут этого сделать, потому что ведомство им скажет, вы на себя посмотрите. У вас же то же самое, у вас же нет автоматического снятия грифа по истечении 30 лет. Нет. А ведомство, Росархив скажет, а вы на себя посмотрите, вы нам присылаете экспертов, и эти эксперты нам большую часть засекречивают, продлевают секретность. Разве это нормально? То есть они поступают по той же схеме, по которой ведут себя в своем ведомстве. Почему они должны измениться, придя в межведомственную комиссию вот этого архива? Они как раз приходя в качестве экспертов в архив, в государственный архив Российской Федерации, например, или в бывшие партийные архивы, они там себя ведут со своими ведомственными представлениями, как люди, которые как раз следят за тем, как бы что не вышло лишнее наружу. То есть у них охранительный синдром, разумеется, важнее всякого, я не знаю, там, научно-исследовательского или, не знаю, позыва следовать закону, а не собственному представлению о том, что хорошо, что плохо. Все-таки, если вот еще раз, учтя и держа в голове все, что вы сказали о тех формах контроля, которые существуют у Росархива над ведомствами, все-таки мы должны признаться самим себе, что если есть некий документ в архивах ФСБ, который с точки зрения Росархива должен быть рассекречен, они не могут повлиять на то, чтобы этот документ был рассекречен. Не могут. Они могут заставить их рассекречить его. Нет, заставить не могут, но могут сделать соответствующий запрос и ходатайствовать об этом. Да хорошо, а им говорят нет. Дело в том, что в данном случае по отношению к документу, который хранится в спецслужбах, у Росархива, собственно говоря, такие же права, как у рядового российского гражданина. Любой рядовой российский гражданин может прийти и попросить. В рассекрете мне этот документ, потому что вышел срок. Нет, попросить ты можешь. Но ему могут пойти навстречу, а могут отказать. Но в случае отказа гражданин это может оспорить в суде. Но практика показывает, и мы эту практику имеем довольно-таки богатую, что суд всегда становится на сторону государства. Это просто прекрасно. И все дела, которые мы вели даже на уровне Верховного суда, проиграны. И вот, скажем так, историк-исследователь Сергей Прудовский, который добивается рассекречивания документов, он даже показывает, что эти документы уже не секретны. Они уже опубликованы в сопредельных с нами странах. Например, по результатам открытия украинских архивов. А ему говорят, а это не основание у нас для рассекречивания. Но тогда возникает вопрос. Понимаете, извращается само понятие государственной тайны. Ведь что есть в государственной тайне? Есть единственные критерии. Это все с теми же панфиловцами знаменитыми, с этим же паркурором. К панфиловцам перейдем. Хотя там первый вопрос был, рассекречена ли это справка, которую Сергей Владимирович обнародовал на сайте. А она потом была рассекречена? Нет, она была рассекречена в свое время. Потому что эта публикация на сайте не первая. Не первая. Публиковалась этот документ. Нет, но у них-то она первая была. Есть один единственный критерий. Почему тот или иной документ содержит или не содержит государственную тайну? Что есть государственная тайна по закону о гостайне? Это те сведения, обнародование которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Все. Это единственный критерий. Значит, возникает вопрос. Если какой-то документ, условно говоря, лет 20 как опубликован, но еще числится секретным в наших архивах, где ущерб? Если за 20 лет не наступило этого ущерба, значит, мы понимаем, что сегодня сохраняется липовая тайна. Для чего это нужно ведомствам? Могу объяснить. Ведь люди, которые работают с секретными документами, получают надбавки. На самом деле, это сохранение некого статуса, тем больше надбавки, тем больше значимость. Но тогда возникает другой вопрос. А не поставит ли перед прокуратурой вопрос о том, что вот это сохранение, искусственное засекречивание или нерассекречивание и сохранение надбавок, есть нецелевое расходование государственных средств? Нет ли здесь, собственно говоря, антигосударственной практики пускать деньги на ветер, на поддержание каких-то липовых, дутых, несуществующих секретов? Но задумывание щек и статуса. Ничего себе хорошенькое дело. Я бы так поставил вопрос. Вот мы послушаем Аркадия и перейдем действительно к тому, что считается уже так поконкретней. Что продолжает оставаться секретом? Аркадий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, мне доводилось иметь дело с историком и даже самому проводить изыскание. И я знаю, как неожиданно иногда из наличающих каких-то деталей, вроде бы незначительных, каких-нибудь там интензанских документов, удается сделать очень серьезные выводы. А тем более, поскольку нынешние наши властители, да и поставленные им люди, очень мало компетентны, как историки, они на всякий случай стараются выкрыть все, потому что не представляют себе, что может оказаться опасным. Впрочем, это очень квалифицированные истории, которые иногда не представляют. Так что их опасения вполне понятны. Это может их подвести в самый неожиданный момент. На всякий случай. Ну а главное, это их выдающая некомпетентность и боязнь любой информации. Спасибо большое. Так вот теперь я бы хотела поконкретнее, подетальнее разобраться, что они считают секретным. Смотрите, мы все время читаем такие победные, радостные реляции Андрея Артизова, который является председателем федерального агентства архивного, бывшим начальником нашего Сергея Владимировича Мироненко. Он сейчас начальник, но сейчас он как бы уже ступенька другая немножко. Ну, вы хотите сказать, больше начальник, чем вчера начальник. Да, да, совершенно верно. Расстояние между ними теперь больше, чем было раньше. Нет, наоборот. Расстояние между Сергеем Владимировичем Мироненко и Андреем Артизовым не изменилось. Не изменилось. Не изменилось. В том смысле, что Государственные архивы Российской Федерации и Федеральные архивные ведомства одно и то же. Но мне кажется, что бывшая заместительница, теперь между ними женщина. Нет, но это совсем другое. Это мы сейчас говорим о нынешнем положении дел. Но я говорю сейчас вообще. Архив и Росархив, здесь ничего не изменилось. Нет, я-то имела в виду чисто, я имела в виду персонально. Нет, теперь над господином Артизовым нет Мединского. И это есть очевидное достижение. Потому что Мединский, который идеологизировал схему... Но над господином Мироненко не только Артизов теперь. Нет, но теперь уже Мединский не может ничего сказать Артизову в отношении Сергея Владимировича. Ничего не может сказать. Не может ничего сказать, потому что Сергей Владимирович уже не директор. Его суждение теперь уже не имеет, во-первых, никакого значения. Во-вторых, все знают им цену. Потому что то, что делал Мединский в последнее время, это вот с моей точки зрения, лысенковщина в исторической науке. Понимаете, идеологизация. Попытка на самом деле придавать значение мифам, а не фактам. Уход от исторической правды. Создание искусственной исторической реальности. Конструирование этих мифов и прочего. Это на самом деле его отличало. И это безобразие. Именно это и вызывало противодействие в архивной среде. Потому что, в конце концов, история это наука. И администрирование в науке всегда плохо. Почему я и говорю лысенковщина. Может быть, звучит, конечно, слишком кардинально. Но это факт. Но когда Мединский рассуждает и говорит, что Я считаю, что аморально в публичном пространстве рассуждать о том, 28 было панфиловцев и сколько их вообще было. Ну, это значит, ты просто отрицаешь исторические факты. А исторический факт заключается в том, что боя под Дубосекова не было. И, соответственно, вот того факта, который описан в газете «Красная звезда», а потом тиражировался, его просто не было. Это не значит, что плохо сражались вообще бойцы панфиловской дивизии. В конце концов, ведь немцев остановили. Но не под Дубосекова. Вот в чем проблема-то. Нельзя было этот факт делать основой, я бы сказал, культурной политики Министерства культуры или исторической политики Министерства культуры. То есть, ну, даже когда он был сделанным, не надо было держаться за эту ложь, за эту фальсификацию. И гордятся тем, что пустили огромные деньги на съемку фильма. Да, и еще и человека уволили, который называл это фальсификациями. И Мединского особенно оскорбило слово «фальсификация» из его уст. Он сказал, что архивист не должен вообще, вот слов таких знает, фальсификация. Он должен документы показывать не на стол. Это странное впечатление. А оценивать он не может эти документы. Это странное впечатление об архивном деле. Архивист, ведь он, конечно, с одной стороны, его главная задача – хранитель. Но с другой стороны, для чего он хранит? Для того, чтобы по первому требованию выдать представителям народа. Ведь для народа хранится архив. Для нас с вами, граждан Российской Федерации. Мы именно и есть главные пользователи архива. А не министерство, которое решает это показывать, это не показывать. Здесь ты комментируешь, здесь ты не комментируешь. Это даже унизительно было слышать такие вещи. Да. Ну так вот, что я хочу сказать, что тут все время происходит такое противоречие. Артизов все время называет такие цифры. Если брать федеральный уровень, то только 4% находится на федеральном хранении, на секретном хранении. А в масштабах всей страны только 2%. А потом историк за историком, архивист за архивистом говорят, нет, больше, гораздо больше. Даже если чисто количественно, вот корреспондент коммерсанта проводил вот исследование, он говорит, что там просто даже если по количеству вбивать в поиск, он объясняет процедуру, как он это делал, методику. Там 13% как минимум, то есть никаких там 2% нет. И потом начинается, вот я несколько распечатала для себя документов, статей, материалов, где ваши коллеги объясняют, что именно считается секретным из того, что совершенно секретным считаться уже не должно. Вот вы как для себя систему, вот как бы вы описали ту систему секретности в документах, касающейся сталинского периода, почему, почему закрываются те или иные акции, по каким причинам, вот как они, вот как бы посмотреть глазами этой комиссии, которая не хочет их рассекрить, почему, как вы объясняете? Ну, это очень просто. Во-первых, начнем с того, что цифра, которую приводит Андрей Николаевич Артизов, она лукава. Но, понимаете, нельзя здесь считать в процентах. Да, действительно, я могу согласиться, вчера он говорил про 5%, сегодня он говорит про 4%. Даже если мы с вами скажем, что эти цифры достаточно точны, мы ведь говорим о количестве, но не о качестве. А какие документы закрыты? И вдруг выясняется, закрыты рабочие записи в политбюро, закрыта переписка Сталина с МГБ, закрыты приказы верховного главнокомандующего Сталина, которые были сделаны в годы войны. Это что такое? Это же самое главное, это же центровые документы, говоря простым языком. Значит, получается, что вам могут сказать, вам доступно 95% ассортимента товаров, 5% недоступно, но в 5% у вас окажутся соль, спички и многое-многое другое, без чего невозможно повседневная жизнь. И здесь то же самое. В этих 5% оказываются те документы, которые ключевые для понимания советской истории, которые ключевые для понимания в том числе и тех репрессивных акций, которые совершило советское государство, и тех преступлений, которые совершило государство по отношению к гражданам. И когда мы говорим, как рассекречиваются документы, мы говорим слово вкусовщина. А что это за вкус? Вот я и хочу спросить. Логику вкуса вот этого. Да, логика вкуса очень простая. Не рассекречиваются документы о дурном поведении Красной Армии в 45-м году в странах Восточной Европы. Не рассекречивается ряд документов, которые свидетельствуют о насильственной советизации Восточной Европы. Не рассекречиваются документы, которые связаны с индивидуальными убийствами, а также поддержкой террористических движений по всему миру. Это документы внешней политики. Это как раз и рассекречено было тогда, потому что к этому было такое внимание общественности, что вот секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа был открыт. Не пакт, я помню, что по Индии и по Великобритании там все-таки... Нет, Индия и Великобритания это другое дело. Вот этот момент еще существует. Нет, но если мы возьмем вообще те договоры, которые были совершены с зарубежными странами, то здесь, конечно, многое остается того, что называется для России внешний политический секрет. А почему так? Почему? Потому что Россия чувствует и выводит свою легитимность из советского периода. Следовательно, она не хочет выглядеть в глазах всего мира нецивилизованной, страной, которая подвержена интригантской политике или подловатой политике. Все было. Все эти, значит, подлости в отношении с другими странами были. И как поддерживались сепаратистские движения? То есть сегодняшняя Россия озабочена тем имиджем Советского Союза, старым, который сегодня может бросить на нее генетическую тень. Да. Ну, если мы вспомним, эта политика ведь началась не вчера, она началась позавчера. Еще в середине 90-х годов официальные представители МИДа, который уже возглавлял не Козырев, а, скажем, те, кто пришел ему на смену, по-моему, но уже четко говорили, что нам, для нас неприемлема поддержка тезиса о равной ответственности за развязывание Второй мировой войны СССР и Германии. Все. И вот это противопоставление, что СССР, конечно, много чего плохого сделал, но он не такой, как вот совсем уже нацистская Германия. Это сегодня болезненный вопрос. Почему, собственно, сегодня вносится сведение, что непременно нужно принять закон, запрещающийся сравнение СССР и Германии? Это же абсурд. Сравнение сталинского режима и гитлеровского – это инструмент для историка, для понимания природы того и другого. Это же не одинаковые сущности. Но для того, чтобы понять, любой ученый занимается анализом, сравнением, изучает истоки тех или иных событий и исторических случаев. Так что я вообще вижу здесь какой-то абскурантизм и борьбу нынешней идеологической, я бы сказал, государственной сферы с историей. Хотя у нас официальной идеологии в стране нет. У нас ведь официально под конституцией она даже запрещена. Да, но это очень интересно. Обязательно для всех государственной идеологии запрещена российская конституция. А сколько мы слышим постоянно вокруг трескотни, в том числе и из государственной думы, что нам эта идеология обязательно нужна. Нам нужны единомыслия, считают они. То есть если мы сейчас проанализируем фактически каждый документ или главный из тех документов, которые засекречены, мы вычленим вот эту линию, что в каждом из них мы почувствуем некий репутационный урон, который мог бы быть нанесен публикацией этого документа с точки зрения вот этих межведомственных людей. Но потому что эти документы содержат чаще всего политические секреты. А политические секреты с точки зрения российского законодательства устаревают через 30 лет. А вот в головах нынешних рассекречивателей, которые должны прийти и дать свою визу, они не устаревают никогда. Мы сейчас посмотрим, что отвечали прохожие на улицах Москвы на вопрос, почему не рассекречиваются документы, которые, казалось бы, уже пора давно и даже по закону. Почему государство засекречивает архивы сталинских времен и времен войны? А почему государство не рассекречивает архивы террора красного, революции первой, первой Великой Отечественной войны, 14-го года? Вот что надо рассекречивать. Там такое, там такие ужасы, что и война, и все остальное сейчас покажется детским репетом. Значит, есть что скрывать, что не полезно народу знать. Потому что все они подонки. Поэтому они все делают, что хотят, то и воротят. Я так и по жизни думаю, что если бы можно было все в открытую делать, так бы и делали. Значит, цель какая-то есть. Какая цель? Ну, если моя точка зрения, так я всегда так думаю, чтобы народ меньше знал. А каким путем это достигается, это, сами понимаете, только можно засекретить. Мы уже видели, как горели архивы. И это неспроста, на мой взгляд. Поэтому к этому делу надо отнестись серьезно. Я считаю, что сделано это правильно. Когда человек знает реальную правду, она может это сильно напугать. А зачем простым людям знать настоящее? Когда можно придумать более легкую форму для того, чтобы все думали, что все хорошо. Я целиком полностью доверяю Путину. И поэтому я считаю, что если он так делает, это правильно. Наверное, чтобы много правды не знали. Открытие этих секретов могло бы негативно сказаться на сегодняшней ситуации. Какую-то косвенную связь они прослеживают, наверное, с теперешним днем. Вы знаете, я знаю, что такое архив. Я много там работал. И я целиком согласен, что все открывать нельзя. До поры до времени, естественно. А вот что там может быть? Что нельзя открывать, например? Вы знаете, такие вопросы. Что там может быть? На то не архивы, чтобы не знать, что там лежит. Чтобы только посвященные знали. Ну, это просто прекрасно. Ну, отлично. Ответы по органу. Чтобы только посвященные знали. И так легче руководить. И так легче работать. И так действительно легче конструировать благостную картину прошлого. Ну, так вот, Никита, а если мы от этой благостной картины того, что этот архив... От всех положительных плюсов, которые... Положительный плюс, слушай, что я говорю. От всего положительного... Положительных плюсов. Хорошо, я усилю того, что он перешел. Этот архив ушел от Мединского и перешел к Владимиру Путину. Мы все-таки посмотрим на это другими глазами, что не захочется ли тем пропагандистам, которые управляют... Вот, вы знаете, что при Кремле есть такая клика пропагандистская, которая правит мозгами россиян, не захочется ли ей все-таки наложить лапу и не удастся ли ей это сделать на процедуру засекречивания? То есть не появится ли больше желающих засекретить что-то такое, о чем говорят наши и вы, и наши прохожие на улицах Москвы сейчас? Вы знаете, хуже, чем сейчас, трудно придумать, если честно сказать. Сейчас действительно отвратительно, действительно недостойно и великого, и правового, и демократического государства, каким мы хотим выглядеть. Я не хочу сказать, что мы такими являемся. Я бы хотел, чтобы мы такими являлись, чтобы мы были действительно и демократическими, и правовым государством. Но вопрос здесь в другом. Я до этого говорил пессимистичные вещи. Сейчас скажу одну смешную, но оптимистичную. Дело вот в чем. Представим себе, что все архивы завтра вдруг закрылись, и туда вообще никого не пускают. Вот то, что можно представить только хуже. Ну, просто такое полицейское ограничение напрочь. Возникает вопрос, изменит ли это ситуацию в исторической науке? С точки зрения будущих исследований, да. Они, собственно говоря, затормозятся или прекратятся. Но с точки зрения сделанного мы не можем закрыть советскую историю, потому что опубликовано уже столько сборников документов, причем таких, которые сейчас уже нельзя опубликовать. Но в 90-е годы они были опубликованы. Публиковалось очень много именно сборников документов на самые разные темы, и по большому террору, и по репрессиям. Все есть. Значит, возникает вопрос, а куда это девать? То есть дальше только не архивы закрывать, а закрывать вообще публичное пространство и вводить цензуру. Вы понимаете? Ну, это, как бы сказать, такой пессимистичный сценарий развития событий. А я к чему веду? Вы помните, несколько лет назад была комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб Российской Федерации? Как ее можно забыть, эту комиссию? А что смешно, почему комиссия прекратилась в существовании? Знаете, почему? Нет, не помню. Я помню, что она действительно прекратилась в существовании. В чем бессмысленность была изначальной затеей? И ведь это было без Мединского еще. Нет, да. Комиссию затеяли для того, чтобы не принимать закон, который потом приняли, который запрещает все-таки говорить определенные вещи. Но дело в том, что эта комиссия должна была бороться с фальсификациями. Да. Но фальсификации, которые порочат Российскую Федерацию, не существовали в природе. Знаете почему? Если ты хочешь говорить неприятные или нелицеприятные вещи о советской власти, тебе не нужно ничего фальсифицировать. Полно уже изданных на эту тему документов. А вот если ты хочешь тиражировать мифы и рассказывать, как замечательно и благостно было в советскую эпоху, вот тут ты должен встать на путь фальсификации. Но ведь комиссия должна была бороться только с теми фальсификациями, которые сли в ущерб. Нет, вы что-то такое наделяете, эту комиссию своей логикой. Она жила по своим законам. Нет, комиссия вообще не жила. Она жила. Это вообще практически заседание не было. Но она не жила, но я прекрасно помню, ради кого она создавалась. Она создавалась ради Виктора Суворова. Это я очень хорошо помню, что главными объектами... Да что комиссия сделала-то? Да ну это ничего. Да не жилец. Да, они хотели объявить врагами народа неких фальсификаторов. Что они объявили? Ну они пытались объявить. Ну что вы, они объявляли. Как? Они как-то гласно... Ну хоть одного прищучила эта комиссия? Прекрасно, я помню вот про Суворова. Они все время его как-то там склоняли с Солоникой. Где решение это? Где решение комиссии? Ну она не должна была принимать никаких решений. Она должна была рекомендовать... Ну вердик там, не знаю, заявление. Ну мне кажется, что она... Где эти заявления? Где они опубликованы? Она носила такой, вы знаете, такой воспитательный, идеологический, надстроечный... Это была такая надстроечная структура, которая должна была объяснять... Например, вот вы работаете в школе, есть эта комиссия. И если эта комиссия говорит, что вот этот человек фальсификатор... Подождите, но если я работаю в школе, у меня есть продукт моей деятельности. Это выпускники и оценки в аттестате. Это продукт моей деятельности учителя. Нет, ну вы... Подождите. Знание. Где продукт деятельности комиссии? Где бумаги? Не было. Я не видел. Чтобы они кого-то действительно уличили и сказали, а вот этот является фальсификатором, и поэтому обратите внимание на то-то, то-то и то-то. Хотя бы какой-нибудь научный разбор или анализ каких-то... Да, вы правы. Этого не было. Вот все, что я хорошо помню. И что мы разбирали в своих эфирах, это их интервью бесконечное. Они возмущались, это были какие-то прокламации, интервью, возмущение. Но должны ли бы они издавать документы при этом? Ну а как, если это комиссия? Ну они их издавали. Взрослые дяди сидят, собираются. Я просто думаю, что они сильно-то и собираются. Рассосалось, да. Рассосалось, это правда. Я сейчас вам прочитаю несколько смс-ок, которые к нам пришли, и вы их прокомментируете. Итак, нам пишет Марк из Москвы. Традиция давняя. Еще Иван Грозный пытался забрать... Это по поводу Путина и того, что он прибрал к рукам. Пытался забрать к себе все летопи из монастырей, даже силы. Но не удалось. Возможно, просто не успел. То есть просто по традиции Путин подгребает. По такой, по старой. Путин подгреб архив, чтобы уничтожить важные документы. Пустили козла в огород, чтобы Мироненко... И что бы Мироненко не говорил в защиту передачи архива. Нельзя передавать архив сегодняшней бандитской власти, которая уничтожила конституционный строй, занимается неограниченным воровством, репрессивными репрессиями несогласных, со сверхкоррумпированным режимом, пишет Наталья. То есть, в принципе, нельзя. Поскольку мы ей не доверяем, нельзя доверять архив ей тем более. Возможно, это просто рефлекторно, пишет Серж из Москвы. И стараются контролировать все, что можно. А прежде всего, деньги и информацию. Ну, вот такие вот мнения. Ну, что сказать. Это, конечно, очень характерно и показательно, что граждане изначально не верят в благие мотивы власти, что бы она ни предпринимала. Это первое. Второе. Физические документы не перемещаются. Это не попытка забрать из монастыря рукописи Грозного и куда-то их перевезти в одно место. Это как раз было бы и вредно, и неправильно с точки зрения организации архивного дела. Нельзя все концентрировать в каких-то одних хранилищах. В разных местах, что называется, под контролем целее будет. Потому что все-таки архивные документы – это великая ценность. А когда мы говорим о попытках уничтожения, ну, никто не мешал и в 90-е, и в нулевые годы этим заниматься. Что общественность бы так серьезно воспринимала бы эти мелкие шаги по уничтожению тех или иных документов, особо чувствительных. Ведь вы же прекрасно понимаете. Для того, чтобы оскопить архивы в смысле значимости исторической информации, там совсем не нужно все уничтожать. Там нужно сделать некую выборку именно тех чувствительных документов, которые власть не хотела бы рассекречивать или не хотела бы придавать гласности. Советская власть этим практически не занималась, потому что остались многие именно такие важные документы. Она, конечно, уничтожала архивы, и в том числе даже архивы госбезопасности в середине 50-х годов. Но там принцип был другой. Власть действовала как бы в интересах граждан. Она говорила, что вот те досье и те материалы, которые накопились за годы Большого террора и позже при Сталине, это компрометирующий материал на частные советские граждане, и это надо уничтожить. И в этом, конечно, с точки зрения истории была неправильность, потому что эти документы сейчас были бы очень цены для понимания эпохи и жизни того времени. А с точки зрения политической ситуации, это было правильное решение, потому что над гражданами уже не висели. Не висел этот домоклуб меч, что на тебя каждый раз могут достать бумагу и сказать, ага, а на тебя были такие, 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 такие показания. Это была своего рода такая политическая амнистия или политическое подведение итогов сталинской всеобщей и подозрительности и накопительства компрометирующих материалов. Сегодня ситуация совсем другая. Я не вижу действительно у власти необходимости уничтожать документы. Скрывать – да. Здесь есть политическая привычка. Здесь есть, я бы сказал, вот тот инстинкт. Если мы сегодня действуем методами и используем инструментарий, который работал в советское время, если мы возвращаемся к советским практикам, давление на соседние страны, организацию дезинформационных кампаний, разжигания, ненависти к тем или иным группам, которые есть за рубежом или в соседних странах, то, конечно же, они не хотят, чтобы подобные методы мы изучали на советском примере и видели, сколь преемственны эти приемчики. Так что здесь есть определенная, с одной стороны, политическая задача, с другой стороны, охранительная привычка. Только закон может с этим справиться. Но у нас закон не работает. У нас же нормальный закон о государственной тайне. И у нас нормальный закон об архивном деле в Российской Федерации. Но посмотрите, что происходит, если понадобился даже, собственно говоря, недоуменный окрик руководителя президентской администрации о том, что данные о гибели в годы войны бойцов это не персональные данные, не личные тайны. Потому что дошло до того, что и это стали скрывать. Пишешь запрос в архив, пожалуйста, сообщите, когда такому-то человеку присвоили какое-то военное звание или когда такой человек, согласно пенсионному делу, который у вас есть, умер, начинает говорить про личную тайну. Вы знаете, что мне из одного архива ответили? Был потрясающий ответ. Мне написали так, что мы не можем сообщить, потому что мы не можем сообщать данные, которые создают угрозу безопасности гражданина. Тут я пишу, я же спрашиваю про дату смерти. Как это создаст безопасность для гражданина? Для этого гражданина уже все кончилось. А персональные данные, когда говорят, что мы не можем сообщить дату смерти, это персональные данные, тогда почему же люди на кладбищах пишут, на могилах имена и фамилии? Да, да, открыто совершенно не подписано. Понимаете, наше архивное ведомство и Росархив, и ведомственные архивы, они докатились до абсурда. А они не докатились до абсурда. Смотрите, если они видят вокруг себя, они же живут вот в этой атмосфере, если они видят вокруг себя вот эту тенденцию скрывать потери, те потери, эти потери, это же общая линия. Вот скрывать потери, вы же видите, что происходит там с Сирией, с Донбассом, когда-то с Афганистаном, это же в логике государства. Им совершенно все равно, что это потери были там столько-то лет назад, или еще 30, или 40, или 50. В логике просто они говорят, вот сегодня мы потери скрываем, сегодня у нас такая тенденция. Поэтому мы на всякий случай не будем оглашать под предлогом защиты вот этих данных. Я могу сказать, что части подозрения граждан, конечно, оправданы, потому что в конце концов подписанный, по-моему, в прошлом году указ президента о том, что теперь государственная тайна, это вот потери войск в ходе каких-то спецопераций, это, конечно, очень дурной знак. Это действительно дурной знак и обществу, и историкам. Почему? Потому что получается, что президент оказывается в России не от нас с вами, не от граждан, которые вправе знать. Ведь мы являемся хозяевами страны, а президент есть нанятый нами на работу чиновник. Но выясняется, что на самом деле он лучше знает. И как люди рассудили сейчас на улицах, вы же слышали? Ну, им лучше. Ему виднее. Ему виднее. Им лучше. Пусть они вот делают так, как правильно. Они знают за меня, но мы опять скатываемся в советское время, когда за меня решали, что мне читать, что мне смотреть, куда мне ходить, ездить мне за рубеж или не ездить. Советская власть была как всеобщая нянька. Она говорила, я знаю, что тебе лучше. Тебе сегодня лучше рыбный день сделать. Зачем тебе сегодня мясо? И лучше знают, что вам как историку использовать в своей книге. Разумеется. Но, опять же, возвращаясь к Мединскому и Клысенковщины в исторической науке, вот это и есть, собственно говоря, А мы представляем себе исторические книги, которые пишет сам Мединский. Мы представляем себе все это. Ну, если говорить о том, как он раскритиковал всех этих путешественников, визитеров еще в ту царскую Россию, он же лучше знает, как жили в царской России. Мало ли, что они там в своих книгах понаписали. Но это, конечно, подход был потрясающий с точки зрения отношения к историческому источнику. Такой критики исторического источника никто не ожидал. Конечно. Критика с идеологической стороны сказала, ну, рассказывайте нам, господа с Запада, как там при Николае Павловиче было. Мы-то лучше знаем. Ну, вот он примерно смотрит на эти документы своими глазами. Стал бы я использовать такое в своей книге? Нет, значит, и вам не нужно. А почему за меня решают? Ну, потому что вы живете в такое советское время. Я, конечно, могу написать что-то такое, что вызовет неприятие или скажет, что нет, мы готовы поспорить. Но только в дискуссии, в споре и именно в условиях доступа всех к этим же документам и рождается историческое знание. Астезов говорит, что почему, что еще остается закрыто? Закрыто документы, связанные с разведкой, с обеспечением безопасности страны, вопросы, связанные с производством оружия. Есть международная деятельность. Те или иные решения, которые принимались представителями государств мира и по взаимодоговоренностям на долгое время закрыты, говорит он. И при этом вот говорят люди, которые пытаются найти и пытаются использовать в своих работах какие-то документы, говорят, что совершенно, во-первых, гораздо шире круг этого закрытого. Во-вторых, под понятие личной тайны попадают вещи, связанные с тем же Иосифом Сталином. Ну, например, заметки на полях его приказов или переписка с военачальниками. Это все лично. Если это их личная переписка, значит, это составляет персональную тайну. Значит, возникает вопрос. Вообще-то Сталин, когда все эти вещи писал, когда мы говорим о заметке на полях, он получал в этот момент зарплату или нет? Это государственные бумаги или это его личные письма? Я понимаю, когда человек сдает свои личные письма и личную литературную коллекцию в Аргали, в архиве литературы и искусства, он может накладывать какие-то ограничения на использование, потому что это его личные документы. Но госдеятели не являются в данном случае частным лицом. Это то, что осуществляется во имя государства и на государственные средства и оплачено налогоплательщикам. Так что, в данном случае, просто какой-то абсурд считать это личным творчеством. Но мы с вами уже представляем, опять же, по логике того, что вы говорите, что эти, вот эта заметка на полях, которая закрыта сегодня от исследователей, она, скорее всего, порочит честь и достоинство его испоставленной. Чаще всего так. Чаще всего так. И поэтому она не должна быть представлена широким массам, для того, чтобы не подрывать светлый облик в генералиссимуса, в его общество глазах. Ну что смешно, Елена, что смешно. На самом деле, столько документов уже опубликовано, которые не просто подрывают светлый облик, а показывают его преступникам. Когда он подменял правосудие и на списках на расстрел сам писал бить-бить, или подождать, или немедля арестовать, или всех, означенных в списке, расстрелять, он сам являлся, что называется, человеком, отправляющим правосудие тогда, как существовала судебная власть. Он сам нарушал ту конституцию той страны, которой руководил. Так что, в данном случае, уже все эти нынешние укрывания чего-то еще мелкого, они и смешны. Почему я и говорю, что здесь-то я исторический оптимист. Тоже пласта документов, которые уже из них не закроешь, он уже существует доподлинно и неопровержимо. То есть, мы все-таки можем говорить, что они руководят своей какой-то очень субъективной и местами извращенной логикой, потому что, вполне возможно, для этих людей то, о чем вы сейчас сказали, это не такой криминал, как какая-нибудь эхидная там, заметочка в адрес своего коллеги, брошенная им. То есть, они по-другому, они смотрят под своим углом зрения и определяют, криминал или нет. Ну, разумеется. Исходя из своей личной испорченности. Нет, ну, это не, это не, это не ложно понятый государственный интерес. Это тоже сидит как вот какой-то конструкт в голове. Вот они так понимают государственный интерес не открывать. Они лучше будут выглядеть охранителями, и они даже иногда гордятся этим. Говорят, что я не либерал, я-то вот понимаю. А нежели признают абсурдность той ситуации, когда они закрывают то, что уже давно многим известно. Никита, ну вот скажите, пожалуйста, вот тем не менее, работа мы с вами все время, по сути, мы с вами обсуждаем одну и ту же работу межведомственной комиссии, которая каждый год должна что-то рассекречить по какому-то графику, она этого не делает, не все успевает, она не в состоянии даже справиться с этим и не справиться. А там же у них правило, пока она не поставит свою галочку, он же не рассекречит. А там же должно быть на каждый документ ходатайство, на каждый документ заключение, то есть там действительно колоссальная работа, с которой они физически не справляются. Вместо того, чтобы автоматически все снять через 30 лет, они занимаются вот этой ерундой, они автоматом ничего не снимаются, а начинается вот это вот бюрократическое... Здесь, здесь, я могу сказать, что вот прямое подчинение президенту, если будет политическая воля, и будет выработан определенный механизм, что, скажем, для документов уровня политбюро мы должны вот по такой-то год все действительно открыть, понимая, что там практически нечего скрывать. Мы завершаем на этом программе депутатные события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова